Уверенно, но уверенно, армия переходит на профессиональную основу. По словам военных, осенний призыв этого года будет последним. В Запорожье под него подпадает 600 юношей. Первая торжественная отправка на убранцев состоится 8 октября. Медкомиссии уже готовы к активной работе. Переход на контрактную армию оказался не таким скорым, как хотелось бы многим. После неоднократных заявлений военных о том, что ближайший призыв последний, он пока не прекращается. Впрочем, как снова заверяют люди в погонах, осенний в 2013 точно будет финальным аккордом перед переходом вооруженных сил на профессиональный уровень. То есть уже в 2014 году ЗСУ начнут полностью комплектовать с военнослужащими контрактной службой. И в осень 2014 года ЗСУ изменится последний военнослужащий строковой военнослужбы. Из Запорожской области этой осенью в войска отправятся 600 парней. 50 человек в железнодорожные, 280 во внутренние, 270 вооруженные силы. Медкомиссии к осмотрам призывников готовы. К слову, говорят специалисты, физические показатели новобранцев за последнее время фактически не изменились. Годных строевой почти 80% юношей. Вместе с тем у некоторых фиксируют недуги, еще недавно несвойственные молодым людям. Некоторые заболевания помолодели, я бы так сказал. То есть сейчас у лиц призывного возраста встречаются инсульты, инфаркты, то есть сердечно-сосудистые заболевания помолодели, скажем так. Ну и традиционно на первом месте это патология костно-мышечной системы. Призыв по словам военных будет проходить в два этапа. Отправка первой группы новобранцев запланирована на 8 октября. Последняя партия уедет 21 ноября. К слову, говорят люди в погонах, престиж службы в армии после ее перехода на контракт будет только расти. Зарплаты, дескать, уже повышаются. А к 1 июля 2014, например, солдат первого года будет получать 3100 гривен.